так наконец третья задача на сегодня это у вас дана система из двух линейных уравнений на 5 неизвестных и нужно составить параметрическое уравнение плоскости которую они задают замечу что это просто задача номер 24 из задачника гайфулина пенского смирнова поэтому можете решение там посмотреть но можете послушать то что я буду рассказывать в общем то то же самое все главный слоган который здесь нужно уяснить слоган это то что множество решений системы иных уравнений это афинное пространство ну как только это станет понятно в общем то все задачи станут тоже понятными как их решать будет понятно ну давайте попробуем решить систему линейных уравнений как вас учили на линейной алгебре нам нужно составить расширенную матрицу системы что это такое 3 минус 2 4 минус 6 1 1 3 1 минус 3 2 здесь 4 1 ну а дальше нужно пробовать все привести какому нибудь верхней треугольному виду ну давайте я просто поставлю вторую строчку на первое место 1 минус 3 2 из первой строчки старый вычту вторую трижды что у меня получится и будет 0 здесь будет минус 2 минус 9 будет минус 11 4 минус 3 будет 1 минус 6 минус минус 9 это будет плюс 3 и наконец 1 минус 6 это будет минус 5 а 4 минус 3 будет 1 вот этот расширенная матрица система ну тебе нужно выбрать свободные переменные зависимые переменные давайте в качестве свободных мы выберем первую третью зависимый будет 2 4 и 5 как получить частное решение такой системы частное решение это нужно сказать что у вас x2 равно x4 равно x5 то есть зависимые переменные они равны нулю в этом случае система получается какой-то такой значит x1 плюс x3 равно 1 и x3 равно 1 ну понятно какое у нее решение это такое получается 0 0 1 0 0 это вот частное решение x3 равно единички остальные все нули теперь какая за этим всем стоит геймп-чет картинка вот тут у вас есть пространство в нашем случае r5 вот там есть 0 где-то вот есть пространство решения системы и вот там есть точка 0 0 1 0 0 и любое решение получается как значит у вас была система x равно b вы у нее нашли какое-то частичное решение x0 равно b и это вот точка вот x0 и теперь вы решаете однородную систему x3 равно 0 и тогда у вас всегда верно что а от x0 плюс x3 равно b то есть прибавляя к нашему частному решению любое решение однородной системы мы снова получаем решение нашей исходной системы теперь осталось понять что множество всех таких x3 что а и штрих это 0 это векторное подпространство ну действительно если вы складываете два таких числа что два таких вектора что после применения а они превращаются в 0 ну значит их сумма тоже будет уходить в 0 если умножаясь на скаляр тоже так же будет в общем это проходили на на алвере проходили поэтому мы даже обсуждать особенно не будем ну хорошо значит нужно найти решение однородной системы как их искать ну вот вот так искать вы пишете матрицу 1 3 1 минус 3 2 0 минус 11 1 3 минус 5 пишите справа 0 теперь вот у вас есть свободные переменные это x2 x4 x5 и вы можете какую-нибудь одну положить единичкой а две других ноль значит таким способом мы получим три решения и это будет базис вот этого верхнего пространства состоящего из решения однородной системы ну давайте так сделаем например пускай x2 это единичка а x4 x5 это нули что у нас получается у нас получается x1 плюс 3 плюс x2 x3 равно 0 и минус 11 на x2 на x2 у нас чего x2 у нас 1 минус 11 плюс x3 равно 0 значит x3 равно 11 x1 равно минус 14 тем самым мы получили решение такое значит это минус 14 1 11 0 0 вот это один из баясных векторов нашего вот это вот векторного пространства то есть как то так он тут нарисован в нашей плоскости вот раз но там будет три баясных вектора и получается любая точка плоскости она не плоскости это получается трехмерное пространство любая точка этого трехмерного пространства не плоскости трехмерного пространства любая точка трехмерного пространства получается как x0 плюс какая-то линейная комбинация трех байсных векторов решений однородной системы с какими-то коэффициентами ну вот я сразу покажу ответ вот если найти все три этих самых решения байсных у однородной системы ну то есть приравнивая одно из x2 x4 x5 к единичке остальные два к нулю то получается плоскость задается но не плоскость пространство трехмерная плоскость задается как частное решение плюс любые три числа t1 t23 дают нам какую-то точку в этом самом множество решений not можно так приписать еще от вас первые координаты это просто 0 плюс минус 14 1 плюс 6 2 минус 7 t3 на остальные координаты также задаются это в общем то есть полиметрическое представление этой афины гивер плоск афины плоскости трехмерный все